Всем привет! Буквально вчера я готовил первую спаржу и у меня от нее остался бульон. И с этого бульона сегодня я приготовлю замечательный суп. Так как сезон спаржи довольно быстротечный, я постараюсь в короткое время показать вам несколько своих видео при работе со шпажей. Ну а потом уже все остальные видео, которые не требуют скорости. Поехали! Да, количество всех ингредиентов вы как всегда найдете под видео. Отправляю 40 грамм силочного масла в кастрюлю. Если вы хотите добавить ваш суп лук-шалот или просто лук, добавлять его нужно будет именно сейчас. Так как я его не ем, я добавлять не буду. И добавляю 40 грамм пшеничной обычной муки. В силу профессии я довольно часто сталкиваюсь с людьми, которые не едят продукты, содержащие глютен. Поэтому вы загустить можете этот суп прекрасно с добавлением картофеля или кукурузного крахмала. Если кто-то не переносит лактозу, то сливочное масло стоит заменить на топленое, а также сливки можно заменить на сливки без лактозы. Мука моя обжарилась, я добавляю бульон, в котором я отваривал шпаргин. Ссылку на него я укажу. Бульон у меня был холодным. Время от времени я суп помешиваю, чтобы мука не пригорела. Даю супу закипеть. Пока суп кипит, я подготовлю спаржу. Головки я обжарю. Остальную спаржу режу на небольшие кусочки и отправляю в суп. Это я делаю для усиления вкуса. Как спаржу чистят, вы найдете под видео. Пока сковорода прогревается, я посолю и посахарю спаржу, которую буду обжаривать. Немного сахару и немного соли и дам минутки три постоять. Обжаривать я буду в топленом масле. Можно также и на растительном. Сковорода прогрелась и я обжариваю спаржу. Почему на топленом? Ну, потому что сковорода у меня слишком горячая и для этой температуры обычное масло просто будет гореть. Температура у меня высокая, примерно 200-220 градусов. Плиту я отключаю. Остаточной температуры будет достаточно, чтобы спаржа закарамелизовалась. Все, она готова. Муку я провариваю до тех пор, пока вкус ее не перестанет чувствоваться. И также свежая заброшенная спаржа тоже должна приготовиться. Так, пока суп варится, я взобью немного сливок. Делать я это буду при помощи погружного блендера. Можно также ручным миксером, можно любым другим прибором, который у вас имеется в доме. Если ничего нет, оставьте так, как есть. Добавите сливки потом в конце в жидком состоянии. Я делаю это для того, чтобы просто суп у меня получился воздушный. И будьте предельно внимательны при взбивании сливок, потому что блендером они взбиваются очень быстро. Лучше немного не добить, чем перебить. Но если вы даже и перебили, то в принципе ничего страшного. Но не будет у вас суп такой уж воздушный. Добавите то, что добавите. Ничего страшного, если ваши сливки превратились в масло. Сливки пока не добавляем. Спаржа у меня вот-вот приготовится. Я уже добавлю мускатного ореха, немного перца, черного или белого. Это на ваше усмотрение. Пробую на соль. Соли мне хватает. Добавлять я больше не буду, потому что бульон, в котором я отваривал спаржу, в нем уже все присутствовало, кроме перца и мускатного ореха. Спаржа готова. И теперь я пропюрирую суп. Пропюрированный суп я прогоню еще раз через сито. И вот теперь самое время добавить сливки. Я в общей сложности взбил 200 миллилитров сливок, но возьму я добавлю только 100. Вот как вы сами видите, замечательный воздушный супчик. Ну и теперь сделаем подачу. Отправляю нашу обжаренную спаржу. Добавляю рачков. Вы можете этого не делать. Я просто вам показываю, как это будет вкусно. То есть кто-то любит, кто-то не любит. Если не любите, оставьте только спаржу и все. Добавляю супчик. Добавляю гритки и листик петрушки. Ну кервеля у меня не нашлось, поэтому добавляю петрушку. А так как я лук-резонец тоже не люблю, поэтому я его тоже не добавляю. Вы можете добавить, если он вам нравится. Это будет вкусно. Если вам понравился этот очень быстрый рецепт, который я приготовил буквально за полчаса. Обязательно пишите мне ваши комментарии, ставьте лайки. А я на этом с вами прощаюсь и до новых видео. Пока.